Торжества в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались в Рязани с возложения цветов и гирлянды воинской славы к вечному огню. Торжества в Великой Отечественной войне С выше 300 тысяч рязанцев ушли на фронт, 180 тысяч погибло, 70 тысяч за боевые подвиги были награждены орденами и медалями, 300 стали героями Советского Союза, 60 рязанцев – полные кавалеры Ордена Славы. Мой отец Еремин Константин Капитонович, уроженец Волгоградской области, в 18-м лет в 43-м году ушел на фронт. Первый его бой, который он принял, это взятие Днепра, спортив Днепра, был ранен, лежал в госпитале, после госпиталя попал в танковую часть, механик-водитель брал Берлин непосредственно. У них была такая поговорка с заряжающим костю по туску, это означало, что танк останавливал он как механик-водитель и производил выстрел по Ристагу. Вот мой отец. Кремлевский сквер в Рязани превратился в Парк Победы. Волонтеры помещают на стену памяти портреты участников войны, которые приносят горожане. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» создают стену памяти. Мы наклеиваем портреты для того, чтобы сохранять память. Каждый желающий может познакомиться и принести им свой портрет. Погода не располагала к гуляниям, но многие пришли в парк, чтобы почувствовать свою причастность к всенародному торжеству, повязать ленточку в памяти о своем родственнике, сражавшегося с нацистами и зажечь таким образом импровизированный салют. У меня папа прошел две войны, он кадровый военный подполковник. И для меня 9 мая – это святое, чтобы поколение новое никогда не забывало. И чтобы в нашем государстве повтора этого не было. Летит, летит по небу глину всталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть провяжуток малый. Быть может, это место для меня. Поисковики демонстрируют находки времен сражений. К ним всегда очень большой интерес. Все место боев найдено, привезено. Все привезено с места боев. Мы потратили десяток лет, брали отпуска и привозили в Рязань вот эти экспонаты. А вот этот автомобиль поднят со дна Ладоги. Восстановлен военно-историческим клубом «Победа» рязанскими поисковиками. Автомобиль ГАЗ-АА «Полуторг». Поднята основная ее часть со дна Ладожского озера «Дороги жизни». Остальные детали, достающие, были найдены, куплены в мясном бару. Это в Великий Новгород, где погибла вторая ударная армия. И руками людей установлено до состояния оригинала, до ходового состояния. Походный быт, оружие и снаряжение партизан демонстрируют Рязанское отделение поискового движения России, клуб реконструкции «Росрекон» и поисковый отряд «Верность». Ручка другая. Конкретно здесь мы показываем снаряжение партизанское, снаряжение Красной Армии. Рассказываем, показываем форму на нас, различные образцы, виды, которые могли быть за годы войны. То есть у нас в основном наша партизанская одежда – это наконец войны. Немало желающих посмотреть трофейное оружие натовских войск. Часть этого арсенала захвачена в ходе СВО. Что с левой стороны? Здесь тоже кнопочка есть для правой, для левой руки. Также у нас регулярный патрон, то есть скорострельность, одиночные и очередь с этой стороны и что с той стороны. Сюда можно повешать коллиматоры, прицелы, ночники, тепляки, подствольный гранатомет, лазеры, фонарики. А это оружие выглядит как настоящее, но используется в страйкболе. Будущим защитникам Отечества не помешают боевые навыки, приобретенные в играх. Булл-пап-версии исполнен пулемет «Калашникова пехоты» ПКП «Печенек», который у нас стоит на вооружении, но в таком обвесе используются подразделениями ЦСН-ПСБ. Сцена Парка Победы предоставлена в этот день всем желающим. Разучивать куплеты «Катюши» нет необходимости, но после мастер-класса солиста музыкального театра песня звучит особенно проникновенно. А в Рязанском МКЦ танцует севастопольский вальс. Он стал частью литературно-музыкальной композиции, поставленной арт-студией «Сценическая мастерская». В основе театрального действия – пьеса Ксении Степановичевой «Дни Победы». Она написана по воспоминаниям участников войны. Мы привыкли, что в словах о победе должна быть восторженность, а в этих письмах фронтовиков абсолютно разные эмоции, в том числе немало горечи. «Лица. Лица другими стали. Ну у нас какие были лица? Как будто… Ну вот как когда человек смерти готовится. Ну мы-то, понятно, не готовились, но мы понимали, не выжить нам. И вдруг ты выживаешь. Ну совсем лицо другое у человека. А че, я жив. Ева, я жив. Обнимаемся, целуемся. День Победы для них был действительно праздником со слезами на глазах, и таким он предстает в небольшом спектакле. Таким и останется навсегда. Дмитрий Соколов, РВТВ